Во-первых, если у вас красивая задница, вы должны подобрать подходящие джинсы. Если вам есть чем похвастаться, вы не можете позволить себе носить не те джинсы. Вам нужны правильные джинсы. Мужчины часто становятся жертвами привычки. Мы неохотно покупаем одежду другого размера и бренда, даже если это необходимо. Мы проводим часы в тренажерном зале, но боимся носить облегающие джинсы. Сегодня мы говорим о тех предметах одежды, к которым хочет прикоснуться каждой женщине. Следующая вещь, которая сделает вас неотразимым – красивые, блестящие часы. Заметьте, я не сказал «дорогие». За следующие слова некоторые из вас захотят ударить меня прямо через экран. 99% людей не могут отличить действительно хорошие дорогие часы от хороших, но дешевых часов. Эти Rolex Explorer хороши, но эти Orient Bombino ничуть не менее красивые. Думаю, что многие люди действительно подумали бы, что вторая модель дороже, если бы не разбирались в брендах часов. Эти Rolex'ы стоят около 1000 долларов. Orient – около сотни. Эти Rolex'ы в сто раз лучше? Нет. Но если вам важно получить одобрение окружающих, показать, что вы обращаете внимание на детали, у вас есть стиль и средства, то дорогие часы должны стать одним из ваших аксессуаров. Означает ли это, что вы должны носить Casio Data Bank? Только если работаете бухгалтером у гангстеров. Готов поспорить, что найдутся женщины, которые оценят? Следующий в списке – кашемировый свитер. На самом деле, не обязательно должен быть кашемир. Любой тип свитера с ворсистой поверхностью привлечет внимание. И мужчин на самом деле тоже. Почему это важно? Нужно, чтобы девушка касалась вас. Почему? По средствам касания девушка может растопить лед между вами и наладить отношения между вами. Объяснение этому довольно простое. Люди стремятся к комфорту, безопасности. Их тянет к тем, кому они могут доверять. То же самое мы можем наблюдать у приматов. В 50-х годах Генри Харлоу из Висконсинского университета проводил опыты на обезьянах. Он обнаружил, что у детенышей, которых забирали от мамы, сажали в изолированные клетки. Со временем начала формироваться привязанность к махровым полотенцам, которые выкладывали на полклетки. Они даже начинали кричать, когда у них забирали эти полотенца. Рядом с ворсистой поверхностью полотенец они чувствовали себя комфортно, в тепле и безопасности. Это не означает, что если вы наденете кашемировый свитер, то все дамы сразу на вас набросятся. Но я хочу сказать, что если вы одеваетесь стильно и ярко, если ваша одежда вызывает желание к вам прикоснуться, скорее всего вы привлечете больше внимания. А на свидании, возможно, именно эта мелочь заставит вашу спутницу прикоснуться к вам. А что насчет вельветовой ткани? Я не видел никаких исследований по теме и ни одной женщины, пишущей об этом на форумах. Но я действительно считаю, что вельвет может быть уместен, если речь заходит о брюках или красивой рубашке. У вас наверняка есть свое мнение, напишите в комментариях, с чем вы согласны или не согласны, чтобы вы добавили в список. Теперь я постараюсь быть более кратким, дальше речь пойдет о трусах-боксерах. 64% женщин, как следует из исследования, проводимого в АДЖИКЮ, говорят, что им нравится, когда мужчины носят боксеры. Это могут быть ослепительно белые боксеры, укороченные боксеры. Неважно, главное, чтобы они подходили под вашу фигуру. Если вы крупный парень и не можете похвастаться стройной талией, купите боксеры. Если вы в отличной форме, выбирайте обычные трусы. Чтобы чувствовать себя комфортно, выбирайте белье, которое вам подходит. Если вы следовали всем моим советам, но женщины не падали на вас с неба, примите мои извинения. Я делаю для вас всевозможное, так что буду благодарен, если вы нажмете на кнопку лайка. Это очень поможет продвижению канала. Говоря словами Элвиса, не наступайте на мои синие замшевые туфли. Если вы носите замшевую обувь, то будете выделяться из толпы. И не ограничивайтесь туфлями. Это синие замшевые дезерты. Я неоднократно говорил в своих видео, что для женщин очень важна обувь. Когда дама видит ваши ботинки, она понимает, что у вас есть стиль. Я обобщаю, но в целом это так. У самих женщин точно больше одной пары. И когда они видят, что парень обращает внимание на такие детали, вкладывается в свой внешний вид, они его не пропустят. Они также могут подумать, что вам нравится кожа. Теперь давайте поговорим о галстуках. И хоть они все больше выходят из моды, дамам они все еще нравятся. Вам нужен тот, который будет хорошо смотреться, подходить к вашему образу. Может быть, немного выделяться. Попробуйте шерстяной. Если вы худощавы, купите галстук. Потоньше. Например, из шелка. На форумах можно встретить такие темы, где женщины рассказывают о том, как они хватают своего парня за галстук в порыве страсти. Я не буду вдаваться в подробности. Я хочу оставить это видео в рамках цензуры. Скажу лишь, что женщины любят галстуки. А что? Насчет твида. Если честно, у меня мало информации по этому вопросу, но мне хотелось бы верить, что есть женщины, которым нравятся твитовые костюмы на мужчинах. Если вы одна из этих дам, обязательно напишите в комментариях. Какое видео смотреть следующим? Как насчет ролика о том, что женщина замечает в первые 10 секунд? В этом видео важно разобраться, чтобы показать себя с лучшей стороны и не совершать ошибок. Обязательно посмотрите это видео.